Открывать миру свои таланты и умения, приносить людям радость и хорошее настроение, делиться знаниями и информацией. Казахстанская Медиа Академия представляет. Ежедневные истории о том, как обаятельные и харизматичные становятся медийными. Присоединяйся! Всем привет! С вами Виктория Козловская и Казахстанская Медиа Академия. А вы знали, что волнение – это топливо для творчества и моторчик для вдохновения, так что не боритесь с ним, а используйте себе и другим во благо. Так считает наша несравненная Ирина Ажмухамедова, а ее словам мы привыкли доверять. Ирина Ажмухамедова – преподаватель авторского курса, актерского мастерства Казахстанской Медиа Академии, выпускница театрального факультета Алматинского государственного театрально-художественного института имени Жургенова, обладатель красного диплома и профессионального сертификата BBC. Успешная актриса. Ее фильмография в кино и телесериалах суммируется в более чем 700 часов экранного времени. Сейчас это простейшее упражнение на внимание. Я кидаю мячик и одновременно произношу слово, потому что актеру в кадре приходится делать очень много. Это очень много сразу объектов внимания, которые нужно сразу сконцентрировать и воспроизводить. Конечно, это можно что-то довести до автоматизма, и тогда легче с этим управляться. Но здесь пока просто кидаю, говорю, да? Слово – дело. Ирина? Кристина? Ирина? Жаделя? Ирина? Рушана? Можете кидать друг другу мяч? Ирина? Жадель? Сулия? Ага. Вы меня вроде бы долго внимательно слушали, вот это самый парадокс невероятный. Упражнение проще некуда. Я попросила кинуть мяч и сказать слово одновременно. Да? И вы обе сделали по-другому. Хотя вроде бы задание то же самое. Точно так же режиссер иногда объясняет и говорит, ты понял? Актер говорит, да, я понял, я все понял. И делает совершенно другую вещь. Вот это почему нам нужен обязательно вот этот ответный обязательно момент. Тем более вы интервьюеры. То есть вы всегда с кем-то, да? Вы всегда захватываете какого-то человека, внимание которого вам нужно держать. С другой стороны, воспринимать его информацию, управлять ею. Получается, это тот кусочек действия, за который вы ответственны. То есть это все равно волнение. Это то волнение, с которым вы еще... Ну помните, мы говорили еще о том, что необязательно с ним обязательно справляться. Потому что волнение – это может оказаться быть топливом. Это может оказаться тем самым моторчиком, который вас будет вдохновлять. Как ни странно, не пугать, а вдохновлять. То есть вы волнуетесь, значит, почему вы волнуетесь? Вот почему, скажите. Если вы волнуютесь, вы спокойны, вы расслабны. Если вы волнуетесь, что происходит? Но это мотивирует? Нет, если волнуетесь, как некомфортное состояние, откуда оно берется? Ну, это стресс. Стресс. Стресс чего? Вот еще более точно. Может, страх? Нет, текст забываешь. Вот страх чего? Тогда страх забыть текст. Хорошо, значит, вот с этим бороться легко. Текст дают прямо здесь и сейчас. И ты в него, понимаете, вот сама степень, хочу, не хочу. То есть, значит, если вы очень плохо запоминаете текст, вам не интересен человек, не интересна тема передачи. Вы не очень хотите выйти на эту передачу. То есть, есть какой-то барьер, который, значит, не ваше. Но когда ты хочешь, ты прямо вгрызаешься. Я вдруг понимаю, что я за три минуты этот текст выучила. Хотя, ну, я вам клянусь, то есть, вот на меня тот же казахский текст, я вот так с диктофоном хожу, потому что я не говорю по-казахски. Мне, чтобы выучить фразу, я вот с ней ложусь, засыпаю, просыпаюсь, опять ее прослушиваю, чищу зубы. Но и такой вариант тоже запоминания существует. Когда мы долбим изо всех сил. Если нам это надо. Если нам это не надо, нас никто не заставит. Я играю невесту, которая на 20 лет старше своего жениха. А фильм называется «Класс Та Стар». И встречаются выпускники через 18 лет. И один просто из них, вот молодой и красивый, 30, приходит со мной. А мне 50. Но мне реально 50, и в фильме как бы 20 лет разница. И, ну, там куча, конечно, приколов, я не буду их всех перечислять на эту тему. Но суть в том, что эта пара, вот конкретно, почему вот у меня красненькие волосы, они меня там как бы настояли. Это сплошной позитив. То есть именно у них, у этих ребят, вот у этого молодого и у этой бабушки, все супер. То есть смущает всех со стороны. О, Апай, спасибо, да, садитесь. Она не понимает, в смысле Апай. То есть у них вообще нету барьеров. Они реально счастливы. Они любят друг друга. Они понимают друг друга. У них каждая минута – это радость существования. И, как правило, ну, такие пары действительно именно такие. Потому что, ну, а как тогда? Либо вы сразу как бы договариваетесь, что вы любите друг друга, и у вас нет никаких барьеров, связанных с возрастом. Ну, те же Пугачёва и Галкина у меня просто мозг вышибают. Но они существуют. А мало того, у них теперь существуют дети. Когда об этом писала «Жёлтая пресса», вот клянусь вам, я вообще с таким презрением и пренебрежением говорила, «Ребят, ну а чём вы? Зачем это вообще обсуждать? Это выдумки, этого не может быть, и это просто, ну да, вот». Я была уверена. То есть мы вот все в чём-то всегда ещё вот так уверены. И потом каждый раз ты понимаешь, что жизнь, она гораздо шире, и там есть какие-то вещи, которые ты не понимаешь, может быть, не чувствуешь и так далее. Учитесь всё равно вот действительно воспринимать друг друга, потому что именно вы здесь сегодня сейчас находитесь. Мы сейчас с вами ещё, я хочу попробовать такое упражнение. Оно немножко вам покажется, ну, может быть, смешным детским. Но это упражнение как раз на то, чтобы услышать другого. Услышать и увидеть другого, но не потерять себя. Почему? В упражнении будут участвовать трое. Берётся какая-то любая ситуация. Ну, например, возьмём другую, но вы, например, мама, а вы дочь. Но вы дочь, вас две, но вы одна дочь. И когда мама задаёт вам вопрос, вы должны по одному слову ей отвечать. Начинаем с того, что вы предъявляете то, что хотите. Хотите увезти с семьи, хотите родить им тут прямо здесь уже сейчас, потому что у вас девятый месяц, я не знаю, всё что угодно. Я пришла поговорить насчёт вашего мужа. Как? Откройте дверь, я не могу говорить через дверь. Ок. Извините. Так, зашла, зашла. Не ломайте условность. Так, так, так. Ну что, кто он? Дай договорить. Вот, это, кстати, смотри, несмотря на то, что их двое, и у них между собой идёт достаточно сложная работа, всё правильно вы говорите, у вас тоже идёт момент восприятия. Это очень непросто, но вам надо двоих воспринимать по окончанию мысли. Мысль должна быть какая-то завершённая, и взаимодействие всё-таки должно происходить. То есть у них между собой и у вас с ними. А может быть сегодня вы поделитесь со мной? Нет, мне нравится, что вы делитесь. Вообще-то у меня берут интервью. А вот знаете что? Вот, значит, всё-таки я не промахнулась. Вот я хотела, чтобы вы попали в ситуацию, когда вы со своим позитивом, невероятно красивым тембром голоса, открытостью, и вообще такой, скажем так, лёгкостью, я даже не верю, что у вас были когда-то проблемы с общением, но, видимо, ораторское искусство вам очень помогло. То есть на самом деле вы такой стопроцентный интервьюер, со всеми позитивными и плюсами, но к вам приходит вот такой человек, который совершенно не хочет давать интервью. Вы понимаете, и такое тоже может быть. Посидели? Чуть-чуть посидите, почувствуйте. Так, ну теперь рассказывай. Удобно или нет? Чуть-чуть неудобно. Что неудобно? Видишь, уже совет какой. А вот, между прочим, тебе вот должно быть очень интересно, потому что, Дианка, ну правда, она такая личность нестандартная. Ты чувствуешь вот вообще, что ты в таком положении вообще не бываешь никогда? Да. Это не твоё, понимаешь? То есть, ну, а может быть надо освоить? Ну-ка, вот хорошо, посиди. Посиди, ты же... Тебя больше легко стало. Тебя, знаешь что, тебя стало больше в этой комнате. Вот тебя. То есть ты все время, тебя мало. Тебя такая, ты такая немножечко тебя, вроде ты присутствуешь глазками, своими бусинками срыкаешь, но тебя нет. Ты во всём теле. А сейчас ты вдруг появилась. Такая, есть. Если забрать речь, из чего тогда состоит вот актёрская игра, и это всё то, опять-таки, что мы в жизни не контролируем, а в кадре это нужно всё-таки немножечко держать на контроле. Ну, то есть, есть какие-то жесты, которые категорически нельзя делать в общении. Есть как бы... Конечно, вот когда ты просто как ненормально гимнотизируешь, это тоже читается. Читается, когда ты принижаешь себя изо всех сил. То есть вот это... Как это называется, господи? Типа раболевство. Да, ещё раболевство и ещё как, ну... Присмыкаешься, да? Или вот... Это тоже читается. Поэтому я говорю, фиксируйте какие-то нюансы, вот, которые сильно вас потрясли. Очень которые интересные. Я сидела вот так со своими студентками, артистками, и чехвостила одну, которая не пришла. Она вон там стояла за дверями. Она уже пришла и услышала, что говорят под ней. И прослушала. То есть, вообще, уникальная ситуация. Это уже пьеса, вы понимаете? Потом она зашла. И поневинно было, что она слышала всё, что я говорю. Мне было некомфортно, потому что я бы это и ей сказала. Я, кстати, ещё вот это тоже определённая тема. Старайтесь не врать. Потому что если вы врёте, вы тоже сразу разрушаете свою ауру. Вы сразу себя делаете меньше, вот, как эта сова. Потому что вы же врёте. И лучше, где можно, лучше честно. Да, честность важна в любой профессии. А уж в медиасфере подавно. Вот наши преподаватели Дамир Курманов и Даниар Даутов тоже так считают. Поэтому пришли поделиться с нами важнейшими упражнениями. А начали мы с самого основного – дыхания. Мы расправляем грудную клетку, набираем воздух. И потом, когда мы выдуваем воздух с таким звуком. С-с-с, не сс-с, а лёгкий. Просто он сам по себе выходит, получается этот звук. С-с-с-с-с-с И показываем, что у нас вот он выходит, 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 выходит. И когда совсем уже звука не останется, воздуха в лёгких не останется, мы делаем последний момент. С-с-с-с-с. Набираем. И выдыхаем Вы должны примерно взглядом Ну это уже потом с опытом будет приходить Примерно взглядом оценить, что у меня там три строки, например Мне нужно очень много воздуха Но перед этим у меня предложение из трех слов Значит я могу немножко набрать воздуха, прочитать три слова Выдохнуть, сделать паузу после точки Потом набрать нормально воздуха И прочитать уже все предложение, например Состоящее из трех строк Вот для этого нам нужно понимать, сколько нам нужно воздуха На какое время оно должно у нас распределяться и так далее Для этого сейчас тоже нам тело будет помогать Смотрите, что делаем На счет раз-два Мы набираем воздух и поднимаем руки вверх Раз-два, набрали воздух Подняли руки И потом считаем Три, четыре, пять, шесть Я считаю Вы выдыхаете Но выдыхаете так, чтобы руки у вас касались Согласно счету То есть когда я скажу шесть Руки у вас должны быть уже по швам Раз-два Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать Суфлер завис просто Ну вот начиная с Динары Прям круто Спасибо большое Дамиру и Данияру за этот урок Было очень здорово Я думаю, что несмотря на то, что у многих из нас с дикцией проблем нет Но работать, работать нужно Потому что нужно всегда развиваться и идти вперед Спасибо большое, классный был урок Да, терпение и труд все перетрут Умение красиво говорить, ходить, думать Все это можно развить Главное правильно подобрать тренажер У нас в Медиакадемии огромный выбор С вами была я, Виктория Козловская И Казахстанская Медиакадемия Стань медийной личностью Вы симпатичны, талантливы и харизматичны? Мечтаете освоить навыки ведущего и блистать на телеэкранах? Казахстанская Медиакадемия приглашает вас в старшую группу курсов Ведущий интервьюер и ведущий прогноза погоды Приглашаются желающие старше 25 лет В программе обучения Уроки по технике речи Ораторское и актерское мастерство Работа над экранным образом Развитие навыков общения перед телекамерами Тренинги личностного роста Мастер-классы со звездами И, конечно, настоящие съемки И зрители, которые увидят вас в настоящем телеэфире Запись на кастинг по телефону в Алматы 317-19-86 Редактор субтитров А.Семкин